По традиции, в начале рабочей недели под руководством главы района состоялось планерное совещание, на котором присутствовали главы сельских поселений, руководители учреждений, структурных подразделений администрации. Началась планерка с приятной церемонии – награждение почетным знаком Госсовета Хаса Республики Адыгея «Закон долг» председателя общественного движения Адыга Хаса в Кашхабском районе Амина Непшикуева. Эту приятную миссию выполнил заместитель председателя Госсовета Хаса Республики Адыгея Эдуард Цеев. Тот пол, по которому я прибыл, показывает, что жители Кашхабского района все-таки активно участвуют в общественной жизни, не только районам, но и республике в целом. По поручению Владимира Ивановича Нарожного, председателя Госсовета Хаса, разрешите зачитать выписку из распоряжения за многолетний труд и значительный вклад в возрождение лучших традиций адыгского народа и усилия по сохранению межнационального и межконфессионального согласия в Республике Адыгея наградить почетным знаком Госсовета Хаса Республики Адыгея закон в долг в честь Непшикуева Амина Хаталиевича, председателя общественного движения Адыга Хаса, Черкесский парламент Кашхабского района Республики Адыгея, члена Совета общественного движения Адыга Хаса, Черкесский парламент Республики Адыгея, председатель Владимир Иванович Нарожный. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Истинно поздравляю, желаю с больнейших успехов. Огромное вам спасибо, что персонально с такой большой наградой приехали. Большую благодарность примите не только от меня, но и от тех лиц, которые счастливы. Мы поддерживаем эти деятельности общественной организации. Мы с благодарностью, говорю, что в этом есть и клад главы администрации Кашхабского района, депутатских корпусов и района, и административных органов, глав сельских поселений и сотрудников. Благодарим и деятелей мусульманской веры, и христианской, и мусульманской. Мы с ними сотрудничаем, находим общий язык, понимание. Нас поддерживают. Без этого, наверное, вы бы не смогли так выразить свои отношения и свою работу. Огромное вам спасибо. На мероприятии присутствовал и председатель общественного движения ДГХС и Черкесский парламент Республики Адыгея Рамазан Тлемешок, который также, в свою очередь, дал положительную оценку работе Амина Хатальевича. Не зря Амин сегодня получил эту награду. Амин оказывает большую помощь администрации, главе администрации района, налаживание отношений с общественностью. Он большую работу проводит в районе. Это международные отношения, это религия, это патриотическое воспитание молодежи, это сохранение языка, культуры. Он не только здесь не приносит пользу, но и большая опора для меня, для председателя общественного движения АДГХС. В Кашкабульском районе один из наших структурных подразделений, который зарегистрирован в Минюсте, и полноправно наряду с нами работает рука в руку по линии патриотического воспитания молодежи, так же, как я и говорил, это по линии религии. И, знаете, непростые времена, это и по экстремизму нам приходится работать вместе. Поэтому сегодняшняя награда, она заслуженная Амином за долгие годы, он, начиная с комсомола, он работает с общественностью, он отличный работник с большим пониманием, очень грамотный, с большим опытом. Спасибо Амин за работу, которую ты делаешь здесь, в районе. Большое спасибо. С такой наградой председатель общественного движения АДГХС Акашкабульского района поздравил глава муниципалитета Заур Хамирсов. Заслуженная, реальная заслуженная награда. Я уверен, что она в вашей жизни непосредней, в вами были сказаны очень правильные слова. Я считаю, что это награда всей нашей дружной команды. Амин Токолевич за много лет, который возглавляет это общественное движение, сделал очень многое. И в настоящий момент делается немало, и планы на будущее тоже есть. Далее по повестке дня с информацией о проводимой работе по достижению показателей КПА и дерева целей выступила заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова. На планерном совещании были рассмотрены и другие актуальные вопросы, касающиеся социальной газификации частных домовладений, привлечения внебюджетных источников в целях реализации программы комплексного развития сельских территорий и так далее.